Происходящее с ядром планеты серьезно встревожило ученых. Ученые из США констатируют, скорость вращения ядра Земли крайне непостоянна, и это только часть глобальной проблемы. В 1998 году ученые, наблюдая с помощью спутников за центром масс Земли, зафиксировали резкое скачкообразное смещение ядра. В результате скачка ядро резко сместилось на север по направлению к полуострову Таймыр. Именно скачок центра массы Земли является ключевым фактором нарушения равновесия системы. Это событие привело к диссонансу всех оболочек Земли, что стало причиной резкого увеличения числа многих природных катаклизмов, землетрясений, извержений вулканов, цунами, ураганов, торнадо и так далее. Мы можем констатировать, что сейчас внутри ядра начались серьезные перестроения. В скором времени это может уничтожить нашу цивилизацию. Интересно, что некоторые необратимые изменения почти синхронно произошли на Марсе, Солнце, Луне, Юпитере. Ученые считают, что даже не выяснив до конца механику вращения ядра Земли, можно сделать выводы о глубинной связи между происходящими процессами. По мнению многих исследователей, столь резкие глобальные изменения в ядре планеты, вызванные влиянием огромной энергии из глубин космоса. Наша планета попадает в зону действия этого излучения каждые 12 тысяч лет. И прямо сейчас мы на пороге катастрофы. Так, 12 тысяч 800 лет назад случилась одна из крупнейших катастроф – событие позднего Дриаса, погубившее множество древних видов животных и растений, уничтожившее большую часть человечества и сильно изменившее ландшафт. Под корень была испепелена культура Кловис, распространенная в то время в Северной Америке. В Европе данное событие было зафиксировано как горизонт Уселла. Цивилизация сохранилась, но от огромных народов осталось всего несколько десятков тысяч человек. Как человечество может выжить в катаклизмах такого масштаба? К решению этой проблемы должен подключиться каждый человек. И действовать мы должны с полной самоотдачей. Сейчас нет времени перекладывать ответственность на кого-то другого. Сердце нашей планеты уже забилось быстрее. Это вызывает катастрофические изменения. Только признавая правду об истинных причинах изменения климата, мы сможем осознать весь масштаб происходящего и объединить весь наш научный потенциал ради выживания всего человечества.